Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Несколько дней назад я опубликовал видеоролик, в котором рассказал, на какие монеты я буду обращать внимание в 2022. Кстати, если ты его не видел, ссылку на него оставлю в описании. Сегодня я решил поделиться с тобой, какие тренды в криптовалютной индустрии также достойны твоего внимания в 2022. Это будет 7 трендов, которые потенциально могут взорваться так же, как это сделала игровая криптовалюта в этом году. Я верю, что эти 7 трендов могут создать жизнеизменяющее богатство для своих инвесторов. Но прежде чем начать, я таки должен произнести очевидное вслух. Многие люди вообще не смотрят и не слушают видосы, они ориентируются только на название, какие-то отрывки или вообще на превью. Каждый раз, когда ты встречаешь новую технологию, какой-то новый тренд, который только зарождается и не только в криптовалюте, Ты должен знать, эта технология настолько же потенциально взрывная, насколько и опасная, и супер рискованная. Там, где ты можешь заработать тысячи иксов, присутствуют и огромные риски. Новая технология может параболически взорваться, а затем с громким треском обрушиться прямо на головы своих инвесторов. Что мы хотим сделать, это найти такие технологии на ранней стадии развития и инвестировать в них во время больших коррекций. Только так и никак иначе. Я повторяю это уже несколько месяцев с началом огромных пампов на игровой криптовалюте. Мы ждем больших коррекций и уже после них покупаем, но, к сожалению, многие этого не слышат и не понимают. Услышьте сейчас, нас ожидают большие коррекции везде и всегда. Цель покупать на таких коррекциях, покупать эти тренды тогда, когда они дешевые, а не дорогие. А затем на растущем рынке обязательно фиксировать прибыли, это очень-очень важно. Я тебя предупредил, эти тренды станут невероятно популярными, а затем жестко обрушатся. Это не вопрос если, а вопрос когда. Но мы знаем способ, как заработать на супер взрывных криптотрендах в 2022. Если это звучит для тебя интересно, не забудь поставить лайк. Для тебя это одна секунда дела, а для меня большая мотивация. Это также помогает каналу расти, а видеоролику находить новых зрителей. Итак, первый криптотренд 2022 года это стыковка основной сети эфириума с эфириумом 2.0. Да, эфириум 2.0 это долгожданный протокол с низкими комиссиями и высокими скоростями. Именно то, что и необходимо для его комфортного использования и работы, например, с NFT. В теории этот протокол может свести с ума инвесторов, в хорошем смысле слова. Больше четырех лет мы ожидаем этого перехода, и это очень большое бычье событие для эфириума. Полный переход на Proof of Stake запланирован на первый или второй квартал 2022 года. Если ориентироваться на информацию с сайта ethereum.org. Как я вижу развитие событий? Это накопление эфириума именно на пути к запуску эфириум 2.0, а не во время самого запуска. Почему? Потому что сам запуск может стать массивным триггером для срабатывания такого события, как sell the news event. То есть продажа на новостях. Это явление широко распространено в криптоторговле, когда в ожидании события цена актива растет, а на самом событии падает. Яркий пример этому – Cardano в этом году. Перед запуском смарт-контрактов ее цена взлетела до 3 долларов, после же упала практически в два раза. Тем не менее, я смотрю будущее эфириума в 2022 с позитивом, и я думаю, что эти события повлияют и на сеть эфириума, и на его монету. Второй криптотренд – это NFT. В декабре 2020 года общий объем торгов NFT составлял около 3 миллионов долларов, всего лишь 3 миллиона долларов. Уже в августе 2021 года он составлял более 3 миллиардов долларов, почти 3,5 миллиарда долларов. Объемы торгов выросли в тысячу раз. С августа мы наблюдаем массивное падение этих объемов. Однако я не вижу в этом ничего плохого. Почему? Я думаю, что причина заключается в том, что в NFT рынок на волне хайпа зашло множество людей, которые толком ничего не понимают. Они зашли, чтобы просто купить и перепродать картинку подороже. У кого-то получилось, и я рад за них, правда. Но дело в том, что NFT – это не просто картинки. Это множество способов использования. Например, с помощью NFT можно открыть дверь. Вместо ключа у тебя NFT. Посмотри, сейчас замок откроется. Открылся. Кроме этого, NFT – это также революция в игровом мире. Это также доступ к суперэксклюзивным сообществам и творчеству. NFT – это метавселенная. Это недвижимость, земля, офисы. Картинки – это круто, конечно, но они лишь начало этого лабиринта, верхушка айсберга. Я думаю, NFT в 2022 продолжат развиваться и удивлять людей. Собственно, это приводит нас к тренду номер 3. Это музыкальный NFT. Почему я показываю тебе новости о том, что Джек Дорси переименовал свою компанию Square в Блок? Во-первых, он обозначил этим направление своего дальнейшего развития, и это криптовалюта и NFT. А во-вторых, что самое главное, Джек Дорси приобрел стриминговый музыкальный сервис Tidal. Почему это интересно? Потому что теперь Tidal является частью компании Блок. В будущем Tidal станет самой первой, соответственно, самой крупной музыкальной платформой, где артисты смогут монетизировать свой контент с помощью NFT. И мы уже видим, как некоторые проекты помогают им в этом. Например, Opulus. Это криптовалюта, чей проект будет использован для того, чтобы монетизировать контент на Tidal. Они создают первые в истории NFT, поддержанные музыкальным копирайтингом. Кроме них есть еще один проект Royal.io, который сейчас находится на стадии раннего доступа. Они строят платформу, грубо говоря, для торговли музыкальными NFT. Например, ты можешь выкупить права на какую-то музыкальную композицию. Кстати говоря, Binance уже инвестирует в музыкальные NFT прямо сейчас. А некоторые музыканты планируют выпускать альбомы в виде NFT. Например, Kings of Leon будет первой группой в мире, которая выпустит альбом в виде NFT. Поэтому я думаю, что 2022 год станет годом, когда способ владения музыкой изменится. Способ торговли музыкой изменится. Игра перевернется полностью. И это будет одно из самых больших изменений в музыкальной индустрии за многие десятки, если не сотни лет ее истории. Криптотренд номер 4. Самый крупный из всех, о которых мы сегодня говорим. По моему убеждению. Это опять же метавселенная. Криптоигры. Игры из рода «Игра и зарабатывай» и так далее. Видеоигры плюс криптовалюта равно взрыв. В 2021 году мы увидели только маленькую часть этого взрыва. Точно так же, как мы видели взрыв NFT в сентябре 2020, который тогда в сентябре оказался огромным, но на самом деле оказался незначительным по сравнению с летним взрывом NFT в 2021. 2022 год по аналогии заставит выглядеть взрыв игровых криптовалют в 2021 просто маленьким всплеском на графике. В 2022 мы увидим больше готовых, а не сырых игровых продуктов, что станет началом новой эры. Множество новых активных игроков появится, которые даже не будут понимать, что они используют криптовалюту, играя в эти игры. Но тем не менее, они будут получать за свою игру выгоду в криптовалюте и NFT. Так оно и должно работать. Когда ты звонишь по телефону, ты не думаешь, как это работает. Когда ты вызываешь такси в приложении, ты не думаешь, как это приложение написать. Так и с криптовалютными играми. Ты будешь играть, арендовать землю, не знаю, сеять там пшеницу, сдавать офисы. И получать за это такую финансовую отдачу, что популярность таких игр будет расти еще больше. Игровой мир в 2022 изменится, и криптовалютные игры станут мейнстримными. Криптовалютный тренд номер 5. Самый важный, по моему мнению. Мы уже говорили о нем вскользь на примере Axie Infinity в предыдущих моих видео. С мая по август биткоин падал. Axie Infinity в это же время жестко взрывался. Это намек, что медвежий рынок для игровых продуктов может оказаться не столь разрушительным, если и вовсе не разрушительным в будущем. Этот тренд я назвал отвязкой. Такое себе название, но другого я не придумал. Отвязкой криптоигровой валюты от всей остальной криптовалюты. Пока весь рынок был абсолютно подавлен, когда биткоин падал, Axie Infinity взрывался, как и остальная игровая криптовалюта. Это показывает нам возможность того, что игровые криптовалюты могут отвязаться от поведения всего остального рынка, в том числе и биткоина. Особенно криптовалюты тех игр, которые предлагают зарабатывать, играя. Когда это произойдет, мы заметим, что эти категории монет просто перестанут следовать за биткоином. Они будут развиваться и делать жизни игроков лучше, в том числе и финансово. А когда же технология взрывается и становится мейнстримной? Правильно, когда она улучшает жизнь. Как, например, технология мобильной связи или интернета. Я думаю, что в 2022 это может произойти с игровой криптовалютной индустрией. Она отвяжется от остального рынка, и это событие станет самым важным в истории блокчейна. Криптотренд номер 6, которому я посвящал целое отдельное видео, это ZK Rallupy. Решение второго уровня для масштабирования блокчейнов. Сейчас я в ожидании запуска токенов таких проектов, как ZK Sync и Starkware. Мы уже когда-то о них говорили. Уже торгуются такие монеты, как Immutable X и, конечно же, Polygon Matic. Кстати говоря, Immutable X является частью Starkware, если ты не знал. В 2022 году мы увидим еще больше запущенных монет в этой категории, которые 100% можно будет получить на бесплатных аирдропах. Я обязательно буду следить за этим и рассказывать тебе об этом в новых видео. И, наконец, криптовалютный тренд номер 7 на 2022 год. Это фанатские токены. Например, фантокены спортивных клубов. На данный момент лидером этого направления является Chilis, криптовалюта, которая уже торгуется на Binance. Она предоставляет платформу для создания таких фанатских токенов. Я думаю, что фанатские токены – это еще один механизм, который сможет превратить криптовалюту в повседневное явление. Совершенно привычное и обычное в жизни людей, которые вообще никак не связаны с криптовалютами. С чем бы это сравнить? В 2005-2009 появлялись веб-сайты, например, Facebook, ВКонтакте и так далее. Затем уже на этих веб-сайтах мы наблюдали появление групп, каналов, страниц и так далее. После этого спортивные бренды, музыканты, артисты и так далее начали создавать свои группы и страницы в Facebook. Вот на что это похоже. Я думаю, что в 2022 году то же самое произойдет и с фанатскими токенами для больших сообществ. Например, для футбольных команд. Так, у Ювентуса уже есть фанатский токен, рыночная капитализация которого всего лишь 23 миллиона долларов. При том, что у Ювентуса сотни миллионов фанатов по всему миру. Поэтому я думаю, что фанатские токены могут становиться супервирусными благодаря такой огромной аудитории. А сам сектор фанатских токенов сейчас совершенно не развит и находится в каком-то предзачаточном состоянии. Для меня будущий успех этой категории криптовалют очевиден, потому что у них будут большие сообщества, потенциальные пользователи, экономики и так далее. Поэтому мне кажется, что успех фанатских токенов неизбежен. Будет ли он уже в 2022? Возможно. Есть такой шанс. Что ж, я рассказал тебе о 7 криптовалютных трендах, которые могут взорваться в 2022. В 2021 я успел поймать пару таких криптовалютных трендов и это полностью изменило мое состояние. Но помни, что ты никогда не изменишь свое состояние в лучшую сторону, если будешь запрыгивать в криптовалютные тренды тогда, когда они уже взорвались. В таком случае ты можешь изменить свое состояние в худшую сторону. Эти тренды нужно ловить либо наперед, либо после больших коррекций. Запрыгивать в NFT, игровые криптовалюты и так далее до того, как они взорвались. Я указал тебе направление, куда нужно двигаться в 2022. Аж целых 7 дорог. Выбирай и изучай. И помни, все они супер рискованные, потому что они супер молодые. Ну и потенциал роста из-за такого юного возраста просто огромный. Не забудь поставить лайк, если видео тебе было интересным или полезным. Мне будет очень приятно. А меня зовут Богатейши Ди. Подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok